Мой сегодняшний гость, он заслуженный, народный, ну, во всех абсолютно смыслах. И вы еще называете народным офицером, при том, что на самом деле это человек с эстрады, Олег Газманов. Приветствую. Привет. Олег, я когда вот только-только подъезжал к студии, мне Айсель, наш продюсер, говорит, Газманов уже гостевой. Я о чем подумал? Вот все истинно народные, все заслуженные, ну, как Кобзон, там, группа Квинн, не знаю, Макаревич со всеми шинистами, всегда приезжают вовремя. А те, про кого говорят певцы ртом, на бурке приселений есть, они почему-то всегда опаздывают. Вот чем ты можешь объяснить для себя, от чего это зависит? Вот, почему, вот тоже есть распиаренные, я просто не хочу как-то, да, вот полить артистов. Потому что настоящие короли вежливы, и они не думают о секундах свысока, вот об этих секундах. Точно, абсолютно. Они люди в пустую тратят свое время. Вот мне то же самое в голову пришло, но на самом деле это очень показательно. Я теперь для людей из тех отраслей, про которых я не знаю, что-то там, ну, вот, насколько они там действительно заслужили тот титул, который имеют. Я определяю вот по времени, на которое они отводят на знакомство со студией. Вот, поэтому ты здесь среди чемпионов, как и во многом другом. Но, но на самом деле, давайте нам животное. Я сперва тебе о нашей традиции скажу в передаче. Так, интересно. Давайте животное. Хорошее начало. Вот такое же, как ее зовут? Бабочка. Вот это бабочка, да, видишь, она такая вот скромная девушка, красивая. У нее дома нет, но будет после нашего эфира. Вот, если, кстати, тебе придет в голову как-то ее по-другому назвать, ты можешь ей придумать кличку, ему бабочка-де-физ Люси. Багира. Багира просится, да. Она у нас будет бабочка-багира с подачей газмарова. Черная, Багира, изящная. Так ее и возьмут под этим. У тебя, кстати, были кошки в детстве? У меня были, но они долго не задерживались, их родители выкидывали сразу. То есть ты приносил, они выкидывали? Да, более того, у меня одна собака, здоровенная была дворняга, неизвестная, естественно, порода, там смесь какая-то, но очень большая. Я так хотел, чтобы у меня собака была, и я эту дворнягу загнал на... Мы жили в таком, в Калининграде, был такой немецкий такой дом еще, такой подъезд, и у нас была такая мансарда, куда родители особо-то не ходили, на чердаке. Я ее туда затащил и котлеты ей носил, что, кстати, вот, в песне Люси, а я ей котлеты носил, это вот как раз была история. Это основано на реальных событиях. Я делился с ней едой, она там, ну, их угадила, я там это все убирал. И она у меня прожила несколько недель. Здорово. Ее не могли просто, а потом, что-то, говорит, пищиной воняет. Ну, в общем, вычислили ее, я с позором ее изгнали, там, так жалко было. И у меня потом, вот теперь у меня уже многие годы собаки, вот, причем овчарки. Но хотя вот недавно появился, я для моей дочери купил такой померанцевый шпиц. Девочка. Нереально красивая и очень умная. Как назвали? Энджи. Ага, Энджи? Да, ну, мы... Это в честь песни Роллинг Стоун, что ли? Ну, Энджи и Энджи. А попросила сама, да, дочь? Да, ну, я просто, мы все испугались, что она нас добьет и какого-нибудь дога попросит. Поэтому решили все-таки... Сколько ей лет, 10 сейчас? Сейчас 10, именно 10. Поет? Поет. Слушай, так и все трое поют? И Родион и Филиппе тоже? Значит, так, рассказываю. Родион поет идеально. Вот реально он поет очень чисто, вот, профессионалы это понимают. Сразу на ноту попадает, ну, все. А Филипп может, но не хочет. Он больше рисует. Может попадать, но не хочет. Рисует, футбол, спорт, он такой парень активный. А Марьяшка поет громче всех. Вот голос у нее потрясающий. То есть, если нужно кого-то позвать, она крикнет, весь дом прижимает уши просто, на задние лапы становится. Вот. Она считает, что она очень хорошо поет, и я, никто ее в этом разверять не имеет права, потому что себя дороже. А, вот так вот, то есть громко, но не чисто? Ну, как актриса, она просто законченная. И если у нее совпадет пение с ее актерскими данными, это будет бомба. То есть, вы ее с мамой готовите все-таки к шоу-бизнесу? Нет. Нет? Ни в коем случае. Это она себя готовит к шоу-бизнесу, а мы нет. Потому что Родион, я так понял, что вот он позанимался сельским хозяйством, а сейчас его все-таки потянуло обратно к шоу-бизнесу. Родион, да, он закончил колледж в Англии, закончил с отличием, с красным дипломом в финансовую академию в Москве. И я думал, что вот, наконец, в семье появится человек, который, наконец, будет что-то зарабатывать в семью. Ну, вот тогда прошло какое-то время, и он пришел, говорит, папа, мне так это не нравится, этот бизнес, я хочу петь. А что я ему могу сказать? Потому что я в свое время занимался наукой, занимался бизнесом, занимался этим, тем, в море ходил. Вот про науку я помню, а каким бизнесом ты занимался? Ну, как, где наука, там и бизнес. Ну, я в море ходил, ну, тогда это называлось бизнес, а работа это называлось. А, вот в этом смысле, понятно. А тогда это была работа, в общем, я работал и так далее. Я никогда не думал, что вот моя жизнь будет связана навсегда с музыкой, я думаю, навсегда. И я прошел такой путь, и я стал популярен только в 35 лет. Подожди, ты стал популярен, ты считаешь, в каком году? Ну, 35 лет, сейчас мне 62, вот, считай. Ну, где-то в 89-м. Ну, вот когда вышел твой первый семь был. Ну, чуть пораньше, альбом чуть попозже вышел. Сначала я стал популярен как композитор и автор сына Родиона. И как продюсер. А потом уже стал популярен, значит, записав эскадрон как артист. Вот такая была история. Ну, вот, в принципе, господа офицеры, про которых мы будем, да, сейчас говорить, это имеется в виду такая некая кульминация, да, карьерный проект, нет? Я не буду, и мне трудно сказать, что было кульминацией. У меня было несколько песен знаковых. Ну, знаковые, я считаю, когда несколько меняется представление об артисте, и знаковые, когда это становится, ну, как бы, когда слова из песни становятся частью речи моего народа. Вот так я это определяю. Такие есть слова. Когда говорят «Мои мысли, мои скакуны», понятно, что это Газмаров. Хотя оказалось, что фраза «Мои мысли, мои скакуны» – это устойчивая фраза в психиатрических больницах для обозначения шизофрении. Да ладно, серьезно? Кто тебе в этом рассказал? Ну, рассказали врачи. Ну, смотри, 21 февраля в Крокусе будет программа, то есть ты возвращаешься к этому проекту, да, господа офицеры? Ну, смотри, 20 лет назад был первый концерт программы «Господа офицеры». Это в 1994 году был. Так. И так получилось, что… Ну, в феврале, то есть это была зима 1994? Я точно даже не помню. Ага, хорошо. Вот первый концерт, и настолько это вот… такое явление было, что 10 лет, 10 лет полных аншлагов на любой площадке страны. 10 лет я это тащил на себе, потому что, понимаешь, программа с одним названием, 10 лет, это же не мюзикл, это же не какие-то там такие средства. Но репертуар разве не менялся? Ты же менял репертуар очень активно. Внутри этой программы я презентовал новые альбомы и так далее. Но потом немножко мне рамки стали ограничивать вот это вот, эти все, потому что я стал писать лирику. Я решил закрыть это, потому что, во-первых, что-то из этого нужно было другое уже делать. Или какой-то фестиваль патриотической песни, или еще что-то. Но я один это сделать был не в состоянии. То есть у меня не было постоянных спонсоров, мне ни Москва, ни Россия, ни правительство никто не помогали. Молва приписывала вообще тебе покровительство мэра Лужкова, потому что твоя песня стала таким, ну, неофициальным, но гимном столицы, Москва. Ну, понимаешь, у меня не было постоянного, ну, спонсора. Что такое покровительство? Как? Не, эту программу я сам сделал. То есть это землеотвод, особняки, кинотеатры, в которых делают клубы. В то время, кстати, в то время, на каждом фактически афишах принято было писать при поддержке правительства Москвы. Но это было постоянно, и это не значит, что реально Москва поддерживает. Хотя очень благодарен Юрию Михайловичу, где-то одну или две программы он реально мне помог сделать. Хорошо. И после этого, вот, 10 лет прошло, я решил это прекратить, выпустил новый альбом, и у меня дальше была программа «Песни Победы». Программа, где в 2005 году на Поклонной горе, по данным ГУВД, я собрал 1 миллион 300 тысяч человек. Ммм, круто. Да. И вот сейчас вот прошло столько времени, и я решил к этому вернуться. Почему решил? Тебе кто-то подсказал? С кем ты советуешься, когда принимаешь такие стратегические решения? С женой? Не, а почему ты смеешься? Очень многие с супругами обсуждают эти вещи. Я вообще ни с кем не советуюсь, и я не уверен, что все мои решения попадают в десятку. Просто, вот как и песни, когда мне говорят, вот как вы такую песню написали? Я говорю, не я пишу песни, а песни пишут меня. Вот нам Господь дает возможность что-то сделать в жизни. Я выбираю вот свою эстезию. Моя эстезия – это вот это. А сейчас вот такая разобщенность в обществе, да, и все-таки нечто должно быть такое собирательное. Время разбрасывать камни, время собирать. У меня сейчас вот появилось такое ощущение, и, кстати, песня «Офицеры», которую я написал так давно, за это время она не то что не потеряла, она с каждым годом набирала. И теперь на больших концертах мне достаточно только «Господа офицеры», и дальше народ поет, а я просто играю на гитаре. 21 февраля в Крокусе будет какой-нибудь новый материал, или это будет что-то вот из такой «Greatest hits», что-то из того, что Газманов делал раньше? Я готовлю новый альбом, у меня материалы уже на два, на три альбома вперед, но я попадаю в такую ловушку, как и многие известные артисты со временем, которые приезжают на какие-то гастроли, и у них, если количество песен столько, сколько он может сделать в течение концерта, новые песни не воспринимаются. Они воспринимаются только на альбомах. А на концертах все хотят известные песни слушать, петь вместе с артистами и так далее. Поэтому я в такой ловушке. Но я одну или две новых песни покажу. И на концерте еще у меня будут ребята из «Битвы хоров», это такой телепроект, в котором я был победителем, наставником, мой хор победил. И я хочу сделать такое действие, мощное, масштабное, именно на программе «Господа офицеры», потому что за эти годы у меня мастерство не только как артиста, а как режиссера увеличивалось. А ты сам ставишь, то есть как режиссер, ты все шоу сам делаешь? Да, я делаю сам. У меня есть исполнительный продюсер, исполнительный режиссер, но все идеи, все это я делаю сам. Все шоу. И поэтому у меня больше опыта, я могу показать с новыми технологиями, с этими экранами. Это совсем по-другому уже выглядит. Поэтому это шоу не то, что я повторяю что-то старое, а это уже новое, но вот с этим названием. Скажи, а вот я знаю, что буквально через неделю ты будешь выступать на Олимпиаде, да? Я улетаю 11-го, 12-й у меня концерт, и 13-й я еще остаюсь специально посмотреть некоторые виды спорта, поболеть за наших. Это очень опасно, потому что я страстный болельщик, если начинаю орать за хоккей, у меня потом с горлом проблемы. А буквально через неделю, или там сколько получается, через 10 дней будет мой сольный концерт. Более того, у меня концерт будет на Большой площади, на улице, но я не могу отказать себе в удовольствии, поборать там, поддержать наших ребят, тем более у меня есть песни про хоккей. Да, и я знаю, что ты использовал вроде бы кадры из легенды номер 17 фильма, да? Да, и создатели фильма так любезно... Лед и пламя, да, называется она? Лед и пламя, да, и они любезно согласились предоставить мне возможность включить эти кадры. Фильм потрясающий, один из лучших фильмов, который за последние годы я видел. И я свою песню раньше написал, получилось, что вот так вот совпало. И мы сделали видеоклип, и этот клип можно посмотреть. Скажи, а вообще, как ты считаешь, вот на Олимпиаду должны приглашать в качестве, ну, людей, которые там поют, допустим, таких вот как ты, спортивных, или главное, чтобы у них репертуар был соответствующий? Главное, чтобы артисты хорошие были. А вот ты занимаешься спортом потому, что надо, или потому, что это удовольствие доставляет тебе? Дело в том, что я... У меня так, я занимаюсь физкультурой и спортом. Сейчас объясню. Спорт, это когда вот я на горных лыжах люблю кататься, так? Это, ну, реально физическая нагрузка мощная. Спорт, это не просто так. Это, ну, серьезная подготовка нужна. Или я занимаюсь большим теннисом, мне это нравится, это тоже серьезная нагрузка. Винсерфинг там и так далее. А если я... А физкультура, это каждый день зарядка и работа над собой. Вот каждый день я занимаюсь определенными упражнениями, потому что у меня была проблема со спиной. Как у всех. С позвоночником. С позвоночником, потому что я занимался... Я мастер спорта по гимнастике, по спортивной. Я помню. Да, и у меня была проблема, и я ее решил с помощью специально только нескольких физических упражнений. Я знаю, на Газмана фрут ты же выкладываешь вот эти видеоролики. Понимаешь, у меня такое количество... Мы к бизнесу сейчас как раз подходим. Нет, это не бизнес, это бесплатно я выкладываю, потому что такое количество журналистов и людей, которые вот со стороны спрашивают, что почему я такой в свои 62 года, я делаю какие-то трюки там на сцене и так далее, продолжаю это делать. Я объясняю, что да, мне запрещали, значит, горные лыжи и теннис. Но я это люблю, и я решил этот вопрос, потому что я каждый день делаю определенные упражнения. Это совершенно бесплатно на моем сайте www.gazmanov.ru. Снято с помощью гаджетов и показано людям, пользуйтесь. А кем снято? Вот кто непосредственно? Парнем, который со мной работает. Просто взял это и снял. И смонтировали, и выставили на моем сайте. Я этому уделяю всего 12-15 минут в день. И все. Я здесь. Ты вообще, кстати, на самом деле, если говорить о людях нашего поколения, ты очень активный, в общем, такой вот сетевой деятель. То есть ты инстаграмщик такой. То есть вот многие принципиально не заводят никакие даже микроблоги. Там тот же Градский, его не заставишь. Там твиттер завести что-то. Тебе кто-то посоветовал? И как вот с чего ты вдруг взялся на инстаграме? Ну, во-первых, я сначала в твиттер попал. Дело в том, что когда начинал, мы сделали сайт, потом его переделали как-то. И вот ребят, которые делали сайт, показали мне, какие есть различные варианты. Там ВКонтакте, Фейсбук, сетевые всякие моменты. Мне больше всего блоги я не захотел вести. Потому что в блоге нужно сидеть, сочинять что-то. У тебя же есть блог на Газманов.ру. Да. У меня есть блог, но в блог нужно писать прозу. Мне это делать лень и некогда. Самое главное некогда. Я пишу туда, но редко. Когда такой вопрос, который не помещается в твиттер. Но я очень люблю твиттер, потому что 140 символов. И нужно концентрированно высказаться по любому поводу. А такая поэзия, это концентрированная проза. Неважно, рифмы или нет. Это нужно суметь быстро и сказать свое мнение по любому вопросу, который тебя интересует. И уместиться в 140 строчек. Причем мне так нравится. 140 символов. Меня в свое время троллят разные люди, что я там запятые не ставлю, тире и так далее. Но я говорю, что твиттер это совершенно другая схема коммуникации. Я это называю твитопись. Прикольно, да. И вот твитопись, там другие правила правописания, другое. Я даже написал такой стишок. Там главное выразить мысль, может быть коротко, но ясно. Ну что за стишок-то? Сейчас. Мы друг друга понима, с полусло и с полузгля. Буду твиты сокраща, чтобы больше помеща. Теперь надо музыку написать, раз стишок есть. Ты же сперва пишешь текст, потом пишешь музыку. Такой джингл какой-нибудь сделать. Это будет гимном ресурса твиттер. Гимна страны есть? Ты понимаешь, я же совсем гимнописец какой-то уже получается. Так и надо в этом жанре выступать. Давай про гимн страны поговорим? Давай. Вот ты считаешь, кто у нас должен сочинять новый гимн, если он понадобится? Кто? Да все. И исполнять все? Такой замыкая круг делать? Я тебе скажу, что когда был мощный праздник, 850-летие Москвы, грандиозное совершенно такое движение было. И к этому моменту сочинили более полутора тысяч песен о Москве. Осталась моя. Вот. Наконец-то мы отбросили скромность. Я же про гимн страны тоже к этому уже подвожу. Просто все могут писать. Но это так получается, как звезды легли. Но я писал не к 850-летию. Я просто эту песню написал, будучи за границей, соскучившись по городу. За границей где? Я был, по-моему, в Германии. У меня были гастроли дней 10. И больше 10 дней мне так домой захотелось уже. Я сел в самолет и думаю, что я могу про Москву сказать. И у меня получилась вот эта песня. Смотри, вот в 89-м году ты стартовал. Вот так вот. Достаточно мощно. Потому что я помню, 91-й год, такой круиз Миспресс из СССР. Первые последние. Мы с тобой познакомились именно тогда. Я очень рад тебя видеть. Да, взаимно. И смотри, там были хедлайнеры того времени. И их сейчас уже нету, в общем, фактически. Азиза, ну, я не знаю, наверное, она где-то выступает, я не вижу. Корнелюк, тоже он не мюсмейкер сейчас. Крис Кельми, тоже мы с тобой понимаем, как ты сейчас. Машина времени, да, вот машинисты молодцы. Ты считаешь, ты планку в профессиональном отношении, естественно, поднял с тех пор. Но в смысле, допустим, какого-то такого рейтинга упоминания, ты с тех пор... Вот как соотносишься, вот 91-й год, время 94-й, когда ты начал, господа офицеры, и нынешнее время. Вот какая-то вот... Я тебе сейчас скажу, посмотри. Я думаю, если вот как ты показал диаграмму, было вот так вот где-то в 90-е годы, 95-е, вот так вот. Потом не вот так и нет, как обычно бывает. А вот плавненько, да? Вот так, и дальше идёт такая синусоида от альбома к альбому, ну, как-то вот так, понимаешь? И она идёт не так, она идёт вот так. Вот так я тебе наглядно, графически показываю. Например, вот как объяснить? Вот я сейчас только что в Литве у меня был концерт, 29 декабря. 8 тысяч человек, самая большая арена в Литве. Битком, ни одного билета вообще нет. Ну, если я собираюсь делать концерты в разных больших залах, там, у меня всегда полный зал. Я надеюсь, что вот 21 февраля... Будет вот так. На мой сольный концерт, господа офицеры, ну, будет опять... Ну, в смысле, ни вот так не будет, но будет полный зал. Да кто знает, как будет. Пусть будет так. Ну, вот пусть у нас будет так, и пусть у нас Багиру заберут. Так, у нас здесь совсем камерно, у нас здесь зал такой, у нас вдвое. Здесь зрителей миллионы там по ту сторону экранов. Сейчас мы переступаем вот к игре. Это «Игра в правду» называется. Так. Научил нас этому Гошу Пуценко. Здесь четыре фишки разных цветов. Ты вытягиваешь фишку, а потом выбираешь карточку соответствующего цвета. Здесь четыре цвета – голубые, желтые, красные и белые. Белые – это вопрос на подумать, красные – это откровенный вопрос, желтые – неудобный. И свободные вопросы, которые я сам задаю. Вот. Готов? Готов. Да. Если вопрос не понравится, можешь не отвечать. Но многие не отвечают. Так, давай мы... Твой комп. Будем пиарить Apple тоже. Сегодня не только кошек. Так. Давай. Тащим. Так. Так. Белое. Белое. Белое – это, ну, на самом деле, называется «свободный вопрос». То есть, по идее, это я должен придумывать, задавать тебе вопрос. Но мне всегда лениво, поэтому я беру самую верхнюю карточку и зачитываю. Сваливали вы когда-либо вину за что-либо на своего брата слэш-сестру? Нет. Да? А, расскажи тогда про брата слэш-сестру. Ну, во-первых, у меня нет родного брата. Я подумал, что ты с этого начнешь, да? Ну, а на двоюродных много никогда не свалил. Понятно. Хорошо. Так. Попытка номер два из трех. Красная. Красная – это вот я люблю эти вопросы. Давай. Любую, сам вот любую красную выбирай и зачитывай. Так. Изменяли ли вы когда-либо своему партнеру? Изменяли ли вы когда-либо своему партнеру? Возможно, не текущему. Да. Ну, вообще-то, у меня нет партнеров. Я, вообще-то, мужчина. Не ты первый. Во-первых. Во-вторых, для меня партнер – это по бизнесу и так далее. Нет, никогда. Ну, да. У тебя же партнер Талмацкий был, Саша, я помню. Я никогда не изменял. Это он тебе изменял, да. Ну, вы с ним разошлись как-то, я помню. Да. Так, ну и последний вопрос. Все насчет партнера так реагируют. Это французская игра, здесь перевод такой. Понимаешь, во французском там вообще говорят, у меня партнерша только. Так. Опять красная. Неудобный вопрос опять. Интересно. Что еще? Откровенное. Как часто вы удаляете смс-переписки из телефона, чтобы их не прочитал ваш партнер? Ну, опять же, здесь про Маруси, наверное, все-таки. Ну, я удаляю не для того, чтобы кто-то, у меня нечего скрывать. А, удаляешь все-таки, да? Нет, я удаляю, потому что, чтобы разгрузить телефон только, и все, и все. А так, ну, смысла нет. Вот отмазался, отмазался, нашелся, что сказать. Нет. Ну, что ж, я желаю тебе... А зачем писать такие смс-ки? Тоже верно. Желаю 21-го тебе успеха, а для себя я сделаю вывод, что в правду, и с правдой, в правду можно играть, и нужно играть, а с правдой лучше не играть. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.